Микс Ньюс Здравствуйте, все, кто нас слушает. Сегодня вторник, день добрых дел на Радио Болтком. В эфире программа «Зелёная лампа». Ведут её сегодня Ольга Авдевич. Здравствуйте. Я Рита Трошкина. Наш звукорежиссёр Родион Золотарёв. Вот он поправляет нам микрофоны в данный момент. Отвечает за звук хороший. И наша гостья сегодня Марина Пьянова, представитель проекта «Кнопка жизни» или «Дзиви Бас Пога». Мы сегодня будем говорить об этой кнопке, о СОС-кнопке, которая реально в состоянии спасти жизнь во многих критических случаях всем, кто её пользуется. Напоминаем сразу, что телефон «Зелёной лампы» 9300-6384 всю неделю до следующего вторника работает в помощь 25 человекам. Людям. Людям, да. 25, которые находятся в состоянии беспомощности и с разными степенями инвалидности, которым эта кнопка очень и очень нужна. Подробнее мы расскажем. Стоимость звонка евро 42 цента 9300-6384. А вот знаете, как возникла эта передача? Абсолютно, скажем, стихийно и случайно. То есть проходили какие-то процессы, и по счастливой случайности вот всё совпало. Такой треугольник. Наш проект «Дзелёная лампа», который сотрудничает с благотворительным фондом «Би Оупен». мы решили открыть специальный счёт, который поможет этим людям получить вот эту кнопку жизни, о которой мы подробно расскажем, что это такое. Дальше. В Даугавпилсе существует такая организация, Совет общественных организаций людей с инвалидностью. То есть различные организации, в которые входят люди с инвалидностью, объединились, они, как каждая выдвинула своего представителя, и у них образовался такой совет. Вот этот совет начал работать, и они, как представляют группы с разными диагнозами, это незрячие, это люди после инсульта, это колясочники, это какие-то спортивные объединения людей с инвалидностью. Вот они стали вместе собираться, обсуждать свои проблемы. И замечательный у них есть такой человек, заместитель руководителя Совета Александр Бобров. Вот он явился таким нашим мостиком в Даугавпилс. И третья сторона в этом треугольнике – это организация «Кнопка жизни». Представитель которой, вот Марина, сейчас сидит с нами в студии. Это как раз проект, который привел в Латвию вот эти приборчики, которые называют и кнопкой SOS, и устройство медицинской сигнализации. В общем, и это маленькая кнопка, которая действительно может помочь вот такому беспомощному, в общем-то, человеку в критической ситуации и реально спасти жизнь. И конкретные люди, то есть за вот этой программой стоит 25 конкретных людей. Каждая из организаций людей с инвалидностью в Даугавпилсе дала по несколько человек. Они долго совещались, советовались, выясняли, кому это жизненно необходимо, кому это важно, потому что они объясняли нам, что… Вот понимаете, что надо вот очень чётко проверить. Вот этот человек, у него есть ассистент, но только на несколько часов, а потом он одинокий. А у этого нет ассистента, но у него много родственников. А этот молодой, но у него очень тяжёлое состояние. А этот постарше, он вроде бы полегче, может быть, он даже обойдётся. В общем, проведена была огромная работа, выбрали вот этих конкретных людей. Перед нами лежит… Ну, давай, точнее, 20 человек из Даугавпилса. Да, перед нами лежит конкретный список. 20 человек из Даугавпилса и 5 человек – это… Мы добавили в это, попросили добавить в этот список тех людей, подшефных людей «Зелёные лампы», которые были героями нашей программы. И вы многие их помните, у них тоже конкретные люди с конкретными историями, которые остаются в беспомощном состоянии очень часто. Им тоже нужна такая кнопка. Вы знаете, во-первых, добрый день, я не поздоровалась. Ещё хотелось бы добавить, что не только 25 человек. На самом деле, это же намного больше влияния получается. За каждым очень хочется надеяться, что практически у всех, но всё равно есть любящий человек или человек, который за него волнуется. То есть, и когда есть возможность вот в такой кризисной ситуации помочь человеку, то получается, что влияние этой кнопки, оно ещё и на родственников, на близких тоже для них это даёт. Для них спокойнее просто. Конечно, да. То есть, это как круги на воде. Давайте здесь ещё отметим, что подчёркивали наши Даугавпилские, ну, как сказать, друзья, я уже сейчас считаю, да, что сейчас такая сложная ситуация, и они, вот, инвалидные организации, они сейчас пишут всяческие какие-то бумаги, обоснования, потому что очень маленькие пенсии по инвалидности. И, в общем-то, совершенно небольшая сумма, да. Но получается, что если это люди с инвалидностью, и если даже у них есть, скажем, работающие какие-то дети, да, то эти люди не в нашем списке, да, а в наш список попали те, кто просто не может себе по материальным соображениям позволить вот такую кнопку. И посмотрите, какая здесь арифметика. Цена самого устройства, сам приборчик, терминал – это 53 евро. И абонентная плата на год – 144 евро. То есть цена вопроса вот этого на одного человека, а в каких-то ситуациях это, получается, цена жизни – 197 евро. На целый год. Да. На целый год. И абонентная плата – это что значит? Что сидит где-то оператор со пультом круглосуточно. Марин, расскажите про это нам подробно. Как работает? Как это работает? Если возникает такая вот кризисная ситуация, да, и когда человеку нужна помощь, он нажимает только на одну кнопку. В этом устройстве, значит, идёт запрограммировано так, что первый звонок он попадает, ну, к какому-то доверенному своему лицу, да. Это может быть, я не знаю, там, дочка, друг или, ну, какой-то близкий человек. Тот человек, сосед, да, тот человек, который, ну, может помочь. Отреагировать как-то. Да, может, не каждый же случай, это обязательно сразу вызов скорой помощи, да, или там полиция, или пожарный, или спасателей. Вот. И тогда, значит, если вдруг этот человек, он занятый или работает, ну, или просто не слышит элементарно, то тогда переходит звонок на колл-центр. Ну, вот звонок-центр, в котором у нас 24 на 7 всё время… То есть круглосуточно-постоянно. Круглосуточно-постоянно, да. И поступает тогда звонок, и там открывается карта клиента, и тогда оператор видит, кто звонит, какие у него уже есть, возможно, он перенёс недавно инсульт, да. То есть вся его история. Да, и такая жизненно необходима, важная история, которую тогда вот через это устройство они могут переговариваться. Если человек отвечает и говорит, тогда рассказывает, в какую беду он попал, да, или там, ну, какая ему нужна помощь, и тогда уже в зависимости от этого реагирует. Оператор вызывает ему скорую помощь. Да, ещё, что очень важно, в нём, в этом устройстве достаточно очень точная геолокация. И бывает часто, что, например, там, ушёл в парк, ну, вот и говорит, я в этом парке, а где в этом парке? Ну, и у нас бывают такие парки, можно там, ну, надо созревать людей. Ну, то есть это если он с этой кнопкой потерялся, он может сказать. А если без кнопки уходит, человек теряется, то вообще, да? То есть такие есть случаи. Конечно, и у нас очень многие клиенты даже, ну, вот пользуются такой возможностью, когда их близкие идут погулять, и они, ну, ввиду там, некоторые плохо слышат, или там не поднимают свой телефон, да, не могут обращаться уже так с телефоном. И они могут тогда узнать вот геолокацию своего близкого человека, и не надо ему присоединять полицию, добровольцев. И главное, не надо нервничать, за сердце хвататься. Огромная экономия нервов, спокойствие даёт, да, огромное. В общем, тут свои бенефиты очень небольшие. А вы знаете, а толчком, в общем-то, для вот этого проекта и для сегодняшней нашей программы, передачи, послужили два вот совершенно недавних случаев, которые произошли в Даугавпилсе. Один случай – это когда пожилая женщина с инвалидностью, это именно как раз представитель вот этого клуба «Общество незрячих». Она упала дома, и много часов просто пролежала, потому что она не могла дотянуться до телефона, подать сигнал. Хорошо, что спохватились, начали бить тревогу, как-то взломали дверь, и человека спасли. И второй случай, когда пожилой мужчина пошёл по очень проверенной дорожке. А в Даугавпилсе есть целый район, который называется «Общество слепых», потому что в советское время там находилось производство, где работали слепые, там очень хорошо сделана и разметка, и поручни. И вот он пошёл по какому-то своему уже проверенному маршруту и заблудился. Заблудился и где-то потерял телефон. У него есть дочка, дочка начала бить тревогу, она обратилась в полицию, в полицию надо было писать заявление, значит, заявление было принято, подняты были волонтёры, прочесали всю территорию и нашли человека. И именно вот эти два случая послужили нам таким сигналом, что, в общем-то, вот как они сами в Даугавпилсе говорят, но обидно, что существует такая возможность. И, в общем-то, для стандартной средней такой ситуации, 197 евро на год, о которых мы сейчас говорим, на одного человека, это не страшные, не великие деньги. Но эти люди пожилые и люди с инвалидностью, для них это огромная сумма, они не могут себе это позволить. У них, в общем-то, основные расходы – это коммунальные платежи, которые они имеют, конечно, льготы, лекарства, продукты и всё. То есть для них эти 197 евро вытащить из своего бюджета – это просто нереально. Поэтому мы обращаемся к вам, сделать один звонок на наш благотворительный телефон, который подключен на целую неделю к этому проекту, и послать Евро-42, это как будто, знаете, вы нажали кнопочку, а потом вот этот человек, который получит этот прибор, когда у него возникнет ситуация, он тоже будет нажимать кнопку, а это произойдёт, помощь придёт, может быть, благодаря вам, благодаря вот этому вашему звонку. И вот сейчас мы вам продиктуем номер 9-3-0-6-3-8-4, 1 евро 42 на кнопку жизни. То есть 197 евро общая сумма на одного человека в год, и таких людей у нас сейчас в списке 25. Да, 25. Марина, вот к вам такой вопрос, который может возникнуть у тех, кто нас слушает, у радиослушателей. Почему мы именно Даугавпилс выбрали вместе с вами? Почему, а не Ригу? Давайте объясним. Ну, с Даугавпилсом у нас вот именно с этим обществом связывала история ещё прошлогодняя. Я вот, если даже так конкретно даже не помню, как мы познакомились с Александром именно, но была такая история, что мне очень захотелось помочь вот этим людям, которым так необходима вот наша именно услуга, и не могут её себе позволить. И мы пробовали, ходили в разные благотворительные организации, вот, не буду называть их имён, но у нас как-то вот, и мы так дали надежду. Это же тоже не просто так. Это каждого человека надо обзвонить, с каждым познакомиться, да. И это за этими 25 людьми стоят истории целой жизни, да, замечательных людей. Вот. И вот у нас не вышла эта акция. К сожалению, как-то нам тогда не помогли. И вот повис этот проект. И у меня всё время такое было чувство вины и, во-первых, незавершённости. Чувство незавершённости, когда ты уже вроде и дал надежду, и говорил со всеми, да, и много чего для этого сделал, но конечного результата не случилось. И вот. Мы хотим подчеркнуть обязательно вот такой факт, что сейчас мы просим делать звонок, потому что хотим собрать деньги именно на стоимость устройства самого и на абонентную плату, которая будет происходить. А установку, проверку и всё остальное. Активизацию. Марина и её фирма, и ваша команда, «Дзиви Беспога», да, они делают бесплатно. Они сами приедут и всё это установят, да. Да. То есть вот за это, чего никаких там денег никто не просит и не берёт. Только стоимость самой кнопки. Ну и ещё уточнить хочу вот что, что в Риге такая услуга частично оказывается, да. Расскажите, как это происходит. Два вида кнопки есть? Да, есть. Это сейчас будет очень важная информация. Если лично вам даже она не актуальна, обязательно подумайте, кому вы можете об этом рассказать. Да, это правда, потому что мало знают, к сожалению, что есть ещё такие возможности. В Риге есть такая возможность получить, она называется на латышском «Дрожь и Беспога» кнопкой безопасности, да. И это можно через Рижское самоуправление. Это стационарная кнопка, да. Есть два вида кнопок – стационарная и мобильная, с которой можно ходить. Да, это только относится, да. Пока это только относится. Я очень надеюсь, что в будущем это будет тоже оплачиваться или как-то частично финансироваться для людей, которые не могут себе просто позволить, да, и активная. Но вот на данный момент оплачивают домашнюю. Это предназначено для людей, которые находятся почти всё время дома, очень редко выходят, и у которых есть большой риск упасть и пролежать. За которыми некому присмотреть, да? Даже не так, не обязательно, потому что очень часто бывает, что, например, присматривают, приходят, продукты приносят. Ну, ни в одной квартире, допустим. Да, ни в одной квартире, ни постоянно, ни круглосуточно. Ну, то есть она не стационарная кнопка, а домашняя, потому что она всё равно находится постоянно с человеком. Куда бы он ни пошёл по квартире, да, она может дать сигнал. Да, почему она называется стационарная, да, ну, как бы так и называем, потому что там в виде такого телефона есть база, да, устройство, к которому подключен вот браслет. Его можно тоже в виде браслета сделать, а можно в виде кулона повесить. Человек может пойти в ванну, например, с этим браслетом. Да, он может водонепроницаем, он может сниматься, он вообще его не должен снимать. И, как показывает практика, на самом деле очень часто случается с такими людьми, пожилыми, либо инвалидами, да, когда они там ночью встают, по своей ножде там идут, и вот падают. Голова закружилась. Да, падают, и, к сожалению, очень часто эти падения, они редко бывают, чтобы там что-то не болело, или, ну, вот просто вот упал человек, и всё. И тут есть такая возможность, сразу нажал на эту кнопку, и через эту базу стационарную, там просто вся связь происходит через неё, там очень, у нас очень новое оборудование, совершенно вот новейшее, и там хороший микрофон, динамик, и вся связь происходит через вот это стационарное устройство. И в Риге можно обратиться? Да, в любую свою по месту проживания отдел, социальный отдел, и надо взять справку. У нас на сайте, если что, можно посмотреть эту информацию, либо можно им позвонить и спросить. А ещё проще, вот наши радиослушатели знают, что на сайте mixnews.lv, где все рубрики, надо выбрать рубрику «Зелёная лампа», и попадёте на сегодняшнюю нашу публикацию об этом проекте, и там есть ссылка конкретно на информацию, как получить в Риге оплачиваемую самоуправлением, ой, самоуправлением, да, самоуправлением кнопку помощи. Это можно сделать. А в Далговпилсе, вот пока что, к сожалению, такой услуги, эта услуга не оплачивается. Ну, по активной точно нет, я не знаю по поводу домашней, скажу честно, как бы, но то, что активную у нас нигде в Латвии не производят, и даже, да, такую услугу, как вот с активной, мы вообще-то первые и пока единственные, как я знаю. То есть с активной можно ходить на улицу и куда угодно. Да, с активной можно ходить на улицу, ну, во-первых, через неё можно общаться, да, и очень, ну вот ещё раз повторю, большие плюсы – это, конечно, точная геолокация. То есть, да, смотрите, за информацией можно зайти на сайт. Как ваш сайт называется? Давайте скажем. www.divibaspogo.lv Так и называется. Да, divibaspogo. Да, divibaspogo. Диви, да, можно погуглить и найти очень легко этот сайт. Есть страничка на Фейсбуке также. Да, и на Фейсбуке. Да, ну и проще всего зайти на MixNews.lv, наш сайт, где в рубрике «Зелёная лампа» вся эта информация очень-очень подробненько расписана, а также на Фейсбуке и на страничке «Зелёная лампа». Вот, напоминаем, что наш телефон, телефон, который работает всю неделю до следующего вторника, 9-3-0-6-3-8-4, стоимость звонка евро 42 цента, наш телефон будет всю неделю работать для того, чтобы собрать средства для установки, приобретения вот этой кнопки, установки её 25 людям с инвалидностями, которые в этом очень сильно нуждаются. А во второй части нашей программы мы расскажем вам ещё о нескольких историях конкретных людей, вот кому нам очень хочется помочь, да, и мы вас призываем участвовать. А сейчас у нас… Сейчас небольшой перерыв, и оставайтесь, пожалуйста, с нами. MixNews. Мы продолжаем программу «Зелёная лампа», поговорим мы сегодня о «Кнопке жизни», и в гостях у нас представитель проекта «Кнопка жизни» Дзивы Баспога Марина Пьянова. Вот мы на чём остановились в первой части? Остановились на том, что Оля пообещала рассказать истории, конкретные истории людей, которым нужна… Марина, наверное, ещё больше нам расскажет о тех историях, да? Вот с чего у вас лично началось вот это? Какая-то личная есть? Да, да. Началось всё это как раз-таки с личного переживания и большого опыта. Это у меня тогда ещё был жив дедушка. И на тот момент он проживал один. И хотя у него много детей, и все готовы были его забрать, но он такой был у нас… Мужчина самостоятельный, никуда не поеду. И он был очень активный, на самом деле, до последних своих дней, до 90 лет, вот очень активным. И так случилось, что вот он упал и пролежал там более 6 часов на полу, прямо у себя в доме. А он жил тогда за городом, это Рижский район, вроде недалеко, но всё равно. Но так как много детей, и все постоянно звонят им, ну и внуки тоже, ну как-то не дозвонились в первый час. Ну он не слышит, на огород пошёл там. Ну не слышит, наверное, там ещё куда-то там пошёл. Ну и, конечно, уже там, когда 5 часов уже прошло, и все поняли друг друга созванивая, что никто не дозвонился до дедушки. Ну вот и тогда поехали и нашли его на полу. Ну и, слава Богу, история тогда закончилась, всё хорошо, но я знала, что есть в Германии, в Англии очень много, где есть такая услуга, да, вот именно для активных людей, которые вот выходят активно гулять, и ну вот такая кнопка. Начала искать, и я её не нашла. Ну вот из этого, в принципе, и начался вот этот путь. И искала, на самом деле, чтобы, ну, самим были спокойны. То есть вы хотели в Латвию эту услугу заказать? Сначала я искала, просто хотела приобрести для своего дедушки, чтобы мы все жили спокойно, чтобы дедушке не надо было мучиться от боли и лежать на полу, чтобы он не оказался больше в такой ситуации, да. И вот это было первое такое. Но после того, когда уже не нашла, ну вот как-то вот появилась вот эта мысль, что надо её продвигать, да. И вы стали изучать эту тему. А как опыт с этими кнопками жизни в других странах? Вы же, наверное, тоже там как-то изучали, как у них это всё? Ой, у них уже это более 50 лет, там почти более 60 лет. Мы вообще такие пионеры по сравнению с ними, да. Ну, у них, конечно, первое тоже начиналось только с домашней, но ввиду, так как технологии все идут вперёд, и вот и тоже стали вот появляться, ну, не 50 лет назад, ну, там, может, лет 5 назад стали вот появляться такие активные. Вообще вот социальные службы говорят, что одинокие пожилые люди, именно вот одинокие, они находятся в своей квартире, и более 48 часов вот в среднем не контактируют с внешним миром. То есть им никто не звонит, и они никому не звонят. Так вот, чтобы, как вы сказали, что внуки, дети, и тут за несколько часов все... Да, это повезло. ...все звонили, все друг с другом в контакте, и вы поняли, что что-то случилось. А вот если одинокий человек в этой квартире находится, ему никто не звонит. Может очень долго прождать. И так может пройти несколько дней. Вот именно для таких людей, а тем более, если это человек с инвалидностью, человек... А если человек с потерявшей зрением, это тоже страшно. ...потерявший зрение или колясочник, вот именно для них мы хотим просить вашей помощи, чтобы у них была такая кнопка. А вот что касается незрячих, да, то есть еще в Даугавпилсе такая... Есть Даугавпилская организация, а есть Даугавпилское территориальное отделение общелатвийской организации, и там еще туда входят люди из районов Даугавпилского, Дактского и Краславского краев. То есть там, в принципе, ну вот, и так как они очень активно и плотно друг с другом общаются, и у них очень много есть таких для людей с инвалидностью трогательных, каких-то активных праздников, мероприятий. Они вот знают нужды друг друга, и вот я подчеркиваю, что к составлению этого списка они подошли очень так ответственно, подбирали людей, именно тех, кому очень-очень нужна эта кнопка. А мы хотим рассказать у наших подшефных... Да, давайте. Мы включили в этот список пять человек, о которых Зеленая Лампа уже рассказывала, и которым мы помогали вместе с вами за вот последние годы. Созвонились с женщиной, которая живет в Юрмале, Елена, Елена Дроздова. Где-то год назад или полтора, наверное, да, мы помогали вместе с вами установить ей подъемник, она в колясочнице, в коляске передвигается, подъемник, чтобы она могла выходить на улицу самостоятельно, потому что в доме не было пандусов, и это было нереально просто. Подъемник был у нее установлен, и все, в общем-то, хорошо. Но вот буквально недавно она тоже упала ночью, нам рассказала, тоже упала ночью и пролежала довольно долго, и потом попала в больницу после этого. Буквально вчера вот ее выпустили из больницы, потому что она там простудилась, и все. То есть это еще на улице случилось? Нет, это случилось в квартире. Да, да, на холодном полу, и всю ночь она провела на полу. Вот, и мы ее включили сразу же в этот списочек. И спасибо всем за каждый звонок, который, если вы можете его сделать и послать вот этот евро-42 цента по телефону 930-6384, они обязательно окажут соединяться вместе и окажут помощь людям, которым нужна эта помощь. А также у нас есть такая подопечная наша, да, девушка Улья, расскажи, пожалуйста, Катя. Катя Лебедева, ну, она… Вы знаете, очень многие. Да, очень многие, она очень активная, такой, как я говорю, Катя у нас звезда Фейсбука, да, Екатерина Лебедева, да, она девочка по образованию психолог. Она чудесный человек. Там очень сложная, трогательная история. Она одна, то есть у нее нет родителей, мама умерла, папы тоже нет, только очень-очень старенький дедушка, который живет отдельно. Вот она одна. Но это невероятная вообще, потрясающая, как в жизни, люб, оптимист и умница. И она передвигается на коляске, мы ей помогали собрать средства на коляску и на электронную руку, который, такой приборчик, который поддерживает руку, потому что она даже рукой не может шевелить, у нее шевелится только один пальчик. Но при этом она работает, потому что этим пальчиком на компьютер, на телефоне в основном она, она вот фиксирует телефон и на телефоне работает. И сейчас у нее тоже очень сложная ситуация. Вот она писала обращение в Фейсбуке о помощи, потому что очень сложно сейчас с работой. Она не могла, потеряла работу, не могла найти работу, искала какие-то вакансии. Вот, и мы очень хотим, чтобы у нее тоже была такая кнопочка. Вот Катя у нас, кстати, несколько раз падала тоже вместе с коляской, спускаясь на улицу. Мы очень хотим, чтобы она была в этом списке и тоже получила эту кнопку. Марин, расскажите вы о своих подопечных. Какие-то истории же у вас есть? Да, у нас много есть историй, но вот чтобы хотелось, чтобы они минимизировались, потому что, конечно, чаще приходят пока к нам, когда уже что-то случилось. Или там человек уже пролежал, и там потом последствия какие-то были этого. Либо он уже потерялся. Ну и потом вот, ну из таких, наверное, которые, ну, каждая история, она, конечно, когда вообще спасается жизнь человека, это вообще бесценно. А когда еще, ты знаешь, даже уменьшение боли, ну вот ты знаешь, что человек не мучился, там часами, а быстро ему пришла эта помощь, а это тоже каждый раз, ну, такое вдохновляет или как-то, ну, ну, искренне очень радует. Но, наверное, из самых таких сложных для нас, и вот, которые остались у меня как-то вот в моей такой, в сердце, в большим теплом, это я уже, по-моему, делилась. То есть это у нас, мы взяли клиентку, которая не слышит и не говорит. Это очень сложно для нашей услуги, потому что, как вы понимаете, каждый звонок, да, он, ну, рассматривается как кризис. Должна быть какая-то реакция. Да, ну, или каждый раз вызывать тогда туда, ну, скорую помощь, да, но не факт, что, ну, человек может нечаянно нажать. Может быть, он, ну, просто там, ну, вот как-то, да, и всё-таки как важно, когда ещё есть рядом близкие люди, да, у неё, кстати, не было родственников, но у неё были замечательные подруги и друзья, которые, между прочим, и оплачивали ей эту услугу. И вот мы договорились обо всём, всё-таки согласились на этот риск, и для нас это тоже большой риск, даже любой какой-то, ну, если бы что-то не получилось, но на нас такая большая ответственность, конечно, моральная в первую очередь, да. И, ну, вот, слава Богу, как раз так получилось, что в ближайшее время у неё случился инсульт, и она упала, и вот очень эта кнопка, она помогла быстрым реагированием, да, потому что, как вы знаете, в таких случаях... Там промедление, оно чревато. Ну, часы, это, да, это... Так что, ну, вот это вот один из случаев. У нас очень много, конечно, есть случаев, когда вот помогает найти человека, который вот пошёл погулять, и вот бывает иногда там теряет память. Растырялся, заблудился. Да, или вот... Ориентацию теряет очень часто. Как-то раз в 4 месяца вот такое случается, допустим, да, с человеком. Так вот живёт, всё хорошо, всё помнит. Реальная польза, очевидно. И, да, и родственники сразу быстро находят, не надо им обращаться там. И, во-первых, ночами искать, потому что найти человека в городе... Я один раз искала тоже, это дальняя там родственница, да, искала дальнюю родственницу в городе Риге, и обращалась к замечательной нашим таким, если вы знаете, безвест. Конечно. Вот, и мы искали с 12 до... хотя знали пятачок приблизительный, да, но она не пользовалась этой услугой, она вообще не могла ей уже пользоваться. Но к тому, что я знаю, что такое вообще искать человека, даже в Риге, я уже не говорю, если это за Ригой, мы её, по-моему, через 8 или 9 часов её нашли. Ну, то есть кнопка по всей Латвии действует? Да, она действует по всей Латвии. Вот у радиослушателей может возникнуть технический, скажем, вопрос. Вот человек, одинокий человек, он находится у себя дома, он упал, он нажал на кнопку, и на пульт поступил сигнал о том, что нужна ему помощь. А как те, кто приходят на помощь, могут попасть в квартиру? Угу, это очень важный вопрос, один из самых тоже важных, особенно тем людям, которые неактивные, да, которые берут домашнюю услугу. Но мы сразу смотрим и очень большое внимание обращаем на это самого клиента, и всегда просим сделать запасные варианты ключей, у кого могут быть ключи, да. Это чаще у нас пользуются, это, конечно, близкие, родные или соседи, с которыми, ну, хорошие, добрые отношения. Но точно так же мы сейчас вели, которые пользуются замечательно вообще спросом, и на самом деле тоже спасают время и помогают. Это такие вот сейфики у нас, они у нас на сайте есть, железные, надёжные сейфы, которые закодированы. Такая маленькая коробочка, практически размером вот с мобильный телефон, а то и... Ну, чуть, может, больше, да, она буквально вот для ключей, да. И она на коде, и когда... В экстренных случаях. Только, да, в случае, когда нужно оператору вызвать скорую помощь, или спасателей, или там полицию, или пожарных, да, ну, вот в таком случае тогда он этот код достаёт и передаёт её той службе, которой надо. И оператор в этот момент передаёт той службе и информацию о диагнозе, о заболеваниях, о каких-то потенциальных угрозах. Ну, против определённых лекарств, да, или был уже инсульт, или инфаркт, или сахарный диабет, да, уже там третьей степени, ну, когда уже на инсулине. Ну, то есть такая жизнь, важная, необходимая информация, она тут же сразу же доступна оператору, и оператор это всё передаёт, и это тоже очень помогает. Марина, вот если человек нечаянно нажал кнопку, тоже же не надо бояться этого звонка. Конечно, да, то самое главное у нас некоторые, ну, особенно там есть бабульки такие, ну, что меня 10 раз спрашивают, я же не глупая, ну, всё ли со мной в порядке? Как я самое главное говорю, главная оператор убедится, что с вами всё в порядке. Если даже вы нажали там нечаянно говорить, то есть вы звонок, или там нечаянно набрала, это абсолютно нету никаких ни штрафных санкций, ничего, да, абсолютно. А просто позвонить может оператор, вот, допустим, человек, проверить как человек? То есть родные просят, например, оператора? У нас есть, но мы об этом договариваемся, ну, таких индивидуально, да, в определённых только случаях, когда, например, просят последить, вот уезжают в отпуск, да, и знают, что не будут доступны, и просят последить за батареей, потому что вот это именно устройство, ещё тоже большая разница между домашним и активным. Активное, оно, считайте, как очень умное маленькое мобильное устройство, да, его надо заряжать каждый второй день. И чтобы пожилые люди не забывали, даже приходят вот доверенным лицам, это тоже почему важно, чтобы были ещё приобщены тоже доверенные лица, им приходит СМС. Если вдруг они забыли зарядить, мы там просим каждый второй день заряжать, да, то приходит СМС, когда 5% уже на исходе, да, зарядите батарею, ну, вот. И тогда, значит, ну, бывают такие случаи, когда уезжают и просят, чтобы там, допустим, проследили за батареей. Если надо, позвонили, напомнили. Ну, вот, наверное, в таких случаях, да. Ну, и давайте немножко цифр ещё. Напомним вам, что абонентная плата на год 144 евро, это работа оператора круглосуточная, так оплачивается. Не одного. На год, да, не одного, на весь год. Стоимость самого устройства 53 евро, то есть на одного человека на год это 197 евро. В нашем списке сейчас 25 человек, 20 из них – даугавпилс, да, и ещё несколько человек – это подшипные зелёные лампы. То есть общая сумма, которую мы должны, хотим собрать, чтобы эти 25 человек получили вот эту кнопку жизни – 4925 евро. Каждый звоночек по телефону 9300-6384 помогает сбыться этому очень важному делу. Сейчас мы должны поблагодарить всех, кто откликнулся на историю, которую мы рассказывали неделю назад, в прошлый вторник. Мы помогали девочке Александре. Александра Брис, ей 11 лет, живёт в Елгаве с младшим братом. И там трогательный момент был, да, что воспитывает папа, её и лечит. И было собрано 4689 евро на оплату годового курса очень важной терапии. Требовалось собрать 2400. То есть мы собрали с вашей помощью практически на 2 года. То есть вот эта сумма… Теперь папа 2 года может быть спокоен, что эта терапия для девочки будет оплачена. И поступило 839 звонков на наш благотворительный телефон. Спасибо огромное всем, кто откликается. И папа нам тоже написал огромную благодарность. Просил передать всем и каждому, кто участвовал в судьбе его дочки. У меня в таких случаях сразу вот даже мурашки вот пошли. Думаю, боже, ну какое счастье, что есть вот такие отзывчивые, добрые, правда, заботливые люди. Это очень-очень хорошо. И мы не безнадежные. Пока в нашем обществе есть вот такие вещи происходят. Это всегда будет. Я вот уверена. Марин, а давайте про вас немножко. Вот у вас два образования. Одно из них психологическое, второе экономическое. Как вам это помогает в вашей работе сегодняшней? Так, ну, наверное, на экономическом я не очень хорошо училась. Ну, это так, может быть, была бы более, более, ну, в этом плане более какой-то успешный предприниматель. Потому что социальное предпринимательство – это, конечно, очень особый вид бизнеса. Очень непростой. И это не конфетку продать. Ну, да, это не бизнес, скажем, а миссия. Да, но в то же время все условия такие же должны быть, как у бизнеса. Зарплату платить надо, да, и налоги платить надо. То есть условия те же самые, но сам продукт, он, конечно, с одной стороны, он намного нужнее, важнее. Важнее, нужнее. Да, но с другой стороны, намного сложнее в этом всем быть и работать. А второе мое образование, да, я психолог, и, ну, как это помогает? Ну, я всегда верю, что любой опыт, он весь хорош вообще людям, какой бы там ни был. Ну, вот вы приезжаете к своим клиентам, скажем, да, вы с ними разговариваете, они с вами делятся. О чем они, вот что для них самое важное на сегодняшний день? Такое время непростое, а они самые незащищенные, наверное, да? Вы знаете, вот чувствовать заботу, наверное, как и всем людям. Просто вот чувствовать такое человеческое отношение, заботу и такое, может, громкое слово «любовь», да? Ну, вот правда, любовь к людям. Ну, вот мне кажется, это ни одно образование не даёт. Это просто вот либо есть у человека, либо нет. И я вот уверена, радиослушатели, которые вот помогают и делают такие добрые дела, вот они все вот рождены вот в любви к людям. И если кто-то прослушал нашу программу и хочет сделать просто пожертвование переводом на счёт, то банковские реквизиты – это счёт благотворителям фонда BeOpen, не берутся никакие проценты и отчисления, вся сумма целиком направляется на закупку вот этих аппаратиков. И на сайте mixnews.lv в рубрике «Зелёная лампа» в нашей публикации опубликованы банковские реквизиты. И дана ссылочка, где с карточки можно очень удобно отправить любую сумму. На 25 человек на год нам нужно собрать 4925 евро. Если мы соберём, дай бог, больше, значит… Мы включим ещё какого-то человека. И получим эту услугу. И ещё раз напоминаем, что вот Марина и её команда, они совершенно бесплатно устанавливают, едут ко всем, устанавливают эту кнопку бесплатно. За это, за свою работу они не берут денег. А мы собираем только на стоимость самой этой кнопки и на оплату оператора круглосуточного. Наша программа к концу подошла. Что вы хотите? Да, мы напомним, телефон 930-6384, мы его постоянно напоминаем. И, Марин, попросим вас что-то пожелать тем, кто нас слушает. Ой, я хочу поблагодарить в первую очередь. Это вас, конечно, да, и вас, дорогие слушатели, что вы не переключались и были с нами. И пожелать всем, наверное, максимальное чувство безопасности, на максимальное чувство любви. Спасибо. Мы встретимся с вами через неделю. Хорошей вам недели и всего самого доброго. И через неделю расскажем вам, да, что у нас получилось, да, и отчитаемся. Всего доброго, до следующего вторника. Благодарю. То, да, и отчитаемся. Субтитры сделал DimaTorzok